Добрый день, друзья, уважаемые друзья, уважаемые дети, родители, гости! Разрешите, как и губернатор, комитет области, всех вас искренне поздравить за замечательным событием, с открытием сентуна, на конкурсе Викстина. Я уверен, что этого события ждали многие резонансы, приучители, дети, спортсмены, тренеры. Здесь вы будете проводить свое заводное время, тренироваться, будете проводить соревнования, сдавать норму готового. И в дальнейшем у вас появится большая возможность решить достижения спортивных результатов. Я уверен, что то, что делал правительство, а это в первом начале называется «покинут фортуру». Вы знаете, что на территории Московской области идутся большинства из школьных стадионов. Один из таких стадионов, один из первых, просто здесь у вашей школы. Строятся форки, строится видовая арена на селе. Дорогие друзья, разрешите. Всем вам пожелать здоровья, сил и духа. Ну, конечно же, успех в спорте. Уважаемые мистинцы, дорогие гости, школьники, спортсмены и все, кто любит заниматься и ведет здоровый образ жизни. Заниматься любимым делом, заниматься физкультурой, заниматься спортом, приносить победы, как любую своих команд. Сегодня для всех нас уникали, на мой взгляд, грандиозные события. Когда подобные объекты появляются на территории сельских поселений, это значит, что жизнь у нас настоит на месте, что мы движемся в правильном направлении. Вестинская, Песогинская земля имеет очень большие спортивные традиции. Здесь знают и любят, как нужно вести здоровый образ жизни. Вестинцы постоянно прославляют наш край своими победами. Хочу сказать, что то, что нам сегодня подарили в год 90-летия Ленинградской области, в год 90-летия Кингисепского района, этот подарок нужно беречь. Его нужно сохранять. Но сегодня хочется пожелать только одного. Чтобы детский свет здесь не прекращался никогда. Чтобы этот дом, спортивный дом, стал вторым домом для многих из вас. Чтобы вы занимались любимым спортом. Чтобы вы прославлялись свой родной край. Я желаю всем присутствующим сегодня крепкого здоровья, спортивных успехов. И чтобы каждый из вас обязательно дошел той цели, к которой вы стремитесь. В добрый путь. Пройдите. Уважаемые гости, уважаемые гости, дорогие друзья. Для нас сегодня прензиозное событие. Я считаю, что этот подарок не только для Лесенского сельского поселения, но и для всего Кингисепского района. Потому что этот объект является дополнительной базой, спортивным сооружением, где будут проходить мероприятия различного уровня. Я, конечно, надеюсь, что и Кингисепский район, и Ленинградская область будут привозить к нам выдающихся спортсменов. Будут помогать нам организовывать различные мероприятия. Все будет направлено именно на развитие физкультуры и спорта не только Лесенского сельского поселения, но и Кингисепского района. Я надеюсь, что этот объект станет любимым объектом для всех наших жителей. Одно. конечно и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Какие бы вершины вы не покорили, какие бы победы и каких успехов вы не достигли, всегда помните, ваша победа. Это слава Ингисепского района. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А можете сказать, вообще нравится вот этот комплекс вам, что построили здесь? Ну, вы знаете, мне нравится. Но лучше был бы, если был бы бассейн. Да, конечно, красиво. Здесь бедные, знаете, отработали. Я здесь недалеко живу. Тут все видела. Ухомиться зрело. Нет, все нормально. Скажи, вот нравится тебе, что здесь спортивный комплекс такой, да? То есть будешь сюда ходить, заниматься? Ну, появилось желание? Ну, а раньше ребята где вообще проводили время? Ну, либо на поле, либо, если урок физкультуры, то у нас в зале. Ну, то есть сейчас больше будет задействовано вашего свободного времени в спорте? То есть нравится все? Да. Учительные жители рады, потому что я здесь живу уже 20 лет, и когда я сюда приехала, вот тогда уже школьники говорили, а почему бы нам, ну, чтобы, почему бы у нас не построиться? Нам, в принципе, нам нравится все. Красиво, хорошо. Будем надеяться, что у нас будут люди, которые здесь будут работать, и дети будут сюда ходить, и спорт вестина будет развиваться. Нужность вообще вестинсам вот этого объекта спортивного. И какие, есть ли планы вообще? Вот сейчас мы проходили, разговаривали, и все супер, все классно, но нам бы бассейн, нам бы еще какие-то тренажерные залы. Вот, как вы смотрите? Коток в том числе, да. На самом деле, по качеству работ был довольно-таки неплохой ФОК. Мы делали его, правда, долго, но думали, что там будет значительно побыстрее, но самое главное, что ФОК построили, и который сегодня говорил, что этого события ждали очень долго. и все вестинцы, наверное, и рядом стоящие населенные пункты, сегодня глава Котельского, глава, они, я думаю, что завидуют вестинцам. Что касается дальнейшего развития, ну, давайте поступательно. ФОК, я думаю, что, наверное, 5 лет назад об этом не мечтали, построили, 3 года назад, как сегодня говорили, построили спортивную площадку, одну из первых Ленинградской области, которых сейчас уже в этом году насчитывается 170, аналогично. Конечно, мы будем стараться, при этом времени, до бассейна доверемся. Есть еще очень большая территория Ленинградской области, где ждут сборкиных объектов. Мы все понимаем, что у нас северные регионы, очень короткое лето. Была программа губернатора, главная спортивная степензона. Она реализуется, она не завершилась. Дальше мы будем на закрытый спортивный комплекс, потому что короткое время. Скажите, по всей Ленинградской области было ли когда-нибудь время такое, чтобы столько строилось объектов спортивных? Нет, такого, наверное, не было. Со времен, возможно, Советского Союза, не знаю, как там. Еще раз говорю, что с приходом Александра Юрьевича, сам как спортсмен-любитель осознавал то, что для того, чтобы люди достойно отдыхали после трудовых будней, им не нужен был досуг. А это, соответственно, строительство спортивных сооружений, доступных спортивных сооружений. И, соответственно, такого не было. Еще 170 площадок. В этом году уже сдались фоки в лагере Росоневский, в Лагесевском районе. Сегодня мы открыли здесь фок. Такой же фок 20 декабря открываем тоже в сельской местности, в Лоховский район, в деревне Вельгин-Остров. Мы, когда принимали решение о строительстве фоков, то есть мы понимали, что, в принципе, наши районные центры в Болюнине есть. Практически везде есть и бассейны, и фоки, где-то уже появляются ледовые дворцы. Но такие административные центры поселений, такие как Лужская, там Фондин-Остров, мы планируем в Котельском, уже есть проект, есть экспертиза по проекту, аналогичный фок. Есть план у нас строить фок в Лужском поселении, в Лусь-Клубе. Такого, конечно, нет. Понятно. Ну, скажите, а вообще могут все-таки надеяться и хотя бы примерно люди, чтобы начали покупать плавательные шапочки. Вот может быть такое в течение пяти лет? Я вам точно могу сказать, что они могут покупать. Немного с логистики здесь посложнее. Вы же знаете, что у нас активными темпами строятся бассейны в Новом городе. У нас строится большой 50-м в России. Возьмите, соберите себе один комплект включений. Если есть большое желание, то они вопрос... Пока туда. Пока туда, да. Потому что у нас на самом деле в Кингисеппе строится очень большой бассейн. Это будет большой региональный центр, где мы будем видеть с удовольствием и кингисеппцев, да. Но мы планируем там проведение больших соревновательных предприятий в нижрегиональном уровне всероссийского уровня. Потому что он строится как региональный центр, как и софинансированный в том числе и с бюджета из федерального, заголосного. То есть у него нет больших денег. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова